Корабли лавировали, лавировали, да так и не вы лавировали! Это только тренировка ораторского мастерства. А впереди у юных лидеров серьезная конкурсная программа. Конкурс самопрезентации лидера, бизнес-проектов, выбор лучшей фотографии, конкурс разработки настольных игр, съемки видеороликов, конкурс творческих проектов по продвижению норм ГТО среди молодежи. Раз, два, три, четыре, не погодясь! Часть конкурсных программ посвящена Всероссийскому детскому центру. Конкурс твитов на тему «Смена. Моя школа лидерства» будет оцениваться в том числе по количеству лайков в сети. Юные лидеры разработают социальные проекты для смены, которые впоследствии должны стать успешными бизнес-проектами. Например, фонтаны с питьевой водой на территории центра. Все зависит от креативности участников смены. Встречаются здесь ребята достаточно опытные, с хорошим лидерским потенциалом, которые уже многие пробовали себя и в регионах. И поэтому, когда ты встречаешься в конкурсе с равным себе, естественно, требуют дополнительных усилий, дополнительного раскрытия себя. Участница лидерского центра «Молодежь и культура» Анастасия Кузьмина увлекается естественными науками, но планирует поступать на юриста. Считает, что будущему лидеру страны необходимо знать юриспруденцию. Анастасия – неоднократный победитель конкурса «Чтецов» в родном городе. В смене будет участвовать в конкурсе ораторского искусства и надеется занять первое место. Я считаю, что лидер должен быть очень хорошим оратором, так как он должен вести за собой народ, он должен вызывать доверие и оправдывать это доверие. Также я считаю, что сейчас очень важен спорт. И норма ГТО – это бесспорно очень важно. Редактор субтитров А.Семкин